Проследить закономерность размножения вирусов, спрогнозировать, сколько специалистов-кинологов проживает в Санкт-Петербурге. Задания мета-предметной олимпиады Школы Русатома, как всегда, интересны и неожиданны. Для их выполнения мало иметь багаж школьных знаний. Необходимо умение мыслить и применять имеющиеся знания для решения неординарных задач. И еще сотрудничать друг с другом ради достижения общей цели. Главная задача не столько правильно выполнить задания, сколько показать умение работать, прислушиваться к каждому мнению, не игнорировать ни в коем случае мнение, находить путь решения и отбрасывать те решения, которые считает команда неправильными. В рамках проекта Школы Русатома мета-предметная олимпиада проводится уже в четвертый раз. В отличие от состязаний по отдельным школьным дисциплинам, здесь важен не только результат, но и процесс его достижения. В каждой команде четыре человека, по одному из пятого, шестого, седьмого и восьмого классов. Работа в такой разновозрастной сборной учит школьников навыкам коммуникации, что для жизненного успеха не менее важно, чем знания. Эксперты оценивают и вклад каждого в общее дело, и эффективность совместных действий. Все дети должны объяснить, как они дошли до результата, должны объяснить, почему такой результат. То есть здесь как раз важно то, что если в команде кто-то один знает, он должен научить, показать всем другим. В мета-предметной олимпиаде два тура. В первом участники в течение 40 минут выполняют три задания совместно, а затем каждый работает индивидуально и за 20 минут решает задачу самостоятельно. Во втором туре, кроме поиска решения проблемы, команды должны подготовить презентацию итогов своей работы. Докладчика определяет жребий, поэтому к выступлению должны быть готовы все конкурсанты. Условия олимпиады требуют определения мест, которые завоевали команды. Тем не менее, каждый, кто отважился принять участие в непростом интеллектуальном состязании, уже победитель. Каждый, я думаю, из вас, участвуя в разных олимпиадах, фестивалях, конкурсах, ставит для себя, конкретно для себя задачу. Меньше волноваться, уметь работать в команде, уметь не растеряться, если что-то не удалось. Это и многое другое составляет нашу с вами внутреннюю сущность. Это то, что делает нас с вами более успешными. А если уж так по-взрослому говорить, закаляет характер. В муниципальном туре 4-й метапредметной олимпиады приняли участие все зареченские школы. Дидакт номер 216, 222-я школа и лицей номер 230 представили по две сборные. Таким образом, на старт соревнований вышли 11 команд. За участие в метапредметной олимпиаде все ребята награждены дипломами. Почетное третье место разделили команда номер 2 из лицея номер 230 и вторая команда из 222-й школы. Серебряные награды завоевали ученики 225-й школы. А победу в муниципальном этапе 4-й метапредметной олимпиады школы «Росатома» одержала команда номер 1 лицея номер 230. Успех лицеистов – результат планомерной подготовки школьников к участию в интеллектуальном состязании. Мы уже третий год выступаем, и есть ребята в нашей команде, которые уже выступают не первый год. Это 6-й, 7-й класс ребята. Метапредметная олимпиада учитывает то, что нужно применять знания из разных областей и уметь их концентрировать, находить пути решения. Поэтому чаще всего мы брали задания прошлых лет и на этих заданиях акцентировали задания из области математики. Были такие задания с логарифмами, например, для пятиклассника нужно было объяснить. Задания по русскому языку нужно было выполнить. В начале апреля лицеисты отправятся в город Удомля Тверской области. Там им предстоит защищать честь города в финале 4-й метапредметной олимпиады школы «Росатома». Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадио «Компания Заречный».